Бюджет Оренбургской области за первое полугодие 2021 года составил 56,3 миллиарда рублей, а консолидированный бюджет, то есть вместе с бюджетами муниципалитетов, 66,7 миллиарда рублей. Пока что потратили только 48,3 и 59 миллиардов рублей соответственно. Но это вовсе не значит, что у региона останутся лишние деньги, уточняет в Минфине. Министр финансов Татьяна Машкова рассказала, что эти средства будут потрачены вместе с доходами второго полугодия. Во втором всегда полугодии больше расходов в силу тех обстоятельств, что ремонты, стройки, они ведутся более в летний период и соответственно оплате подлежат уже после октября месяца. Это стандартно. По датам выплачивается что? Зарплата равномерная, льготные категории граждан выплатами обеспечиваются тоже строго по графику. Но средств не хватит для покрытия всех расходов. Область будет должна федеральному центру около 10 миллиардов, отметила Татьяна Машкова. По принятому бюджету 10 миллиардов у нас был плановый дефицит бюджета, о другом мы не можем говорить. Планируем плановый дефицит снизить почти до 7, 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Это 10% от суммы плановых доходов. Также в Минфине рассказали о том, что некоторым категориям бюджетников будут индексировать зарплаты. Но чиновников это не коснется. Напоследок Татьяна Машкова поделилась информацией о финансировании строительства новой инфекционной больницы, для которой уже определили подрядчика. Они были определены уже вот у нас в июле месяце, поскольку миллиард рублей это пожертвование. Мы получили в этом году дотации из федерального бюджета дополнительно. Они не распределены сразу в законе о бюджете. Они распределяются дважды в год по итогам первого полугодия. И в конце второго полугодия нам пришла дополнительная сумма 574 миллиона рублей и 700 миллионов рублей. Министр отметила, что заплатить за часть строительства инфекционки удалось бы благодаря дотациям федерального центра. Строительством новой инфекционной больницы займется башкирская организация «Новая уральская компания». Ранее она составила проект. Итоговая стоимость контракта, который подписали с компанией – 2 миллиарда 546 миллионов рублей.